МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами программа «Зелёная экономика». Проект телеканала 24КИЗ. Это о самом главном, об экономике будущего. В 2011 году на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые представил программу партнерства «Зелёный мост». Спустя год инициатива главы государства получила широкую поддержку и была одобрена всеми государствами на всемирном саммите ООН Рио-плюс-20. Она была признана межрегиональной инициативой по устойчивому развитию. Сейчас данная программа продолжает набирать темп, прокладывая путь к «зелёному будущему». Программа партнерства «Зелёный мост» — это модель глобального сотрудничества в области зелёной экономики. Она должна оказать благоприятное воздействие на развитие стран и их экономическую безопасность. Площадка, создаваемая в рамках программы, предусматривает обеспечение обмена зелёными технологиями, знаниями и инновациями. Это реальное сообщество, позволяющее странам через зелёное развитие построить устойчивую экономику. На саммите Рио-де-Жанейро-плюс-20 наши инициативы о глобальной энергоэкологической стратегии программы «Зелёный мост» получили поддержку мирового сообщества. Переход к зелёной энергетике, внедрение зелёных технологий — это растущий вектор глобальной экономики. Международное сотрудничество через «Зелёный мост» может способствовать решению ряда вопросов, связанных с окружающей средой. Сократить разрыв в темпах зелёного роста между странами, поддержать инвестиционный климат, связанный с новыми эффективными технологиями, и распространить самые лучшие знания в области инноваций, которые помогают сберечь ресурсы и приумножить достаток. В этом году ООН приняла новые цели устойчивого развития до 2030 года. В этом плане программа партнёрства «Зелёный мост» может иметь очень важное значение по реализации целей устойчивого развития. У окружающей среды очень много проблем, и они достаточно сложные. Здесь может помочь лишь правильная политика и новые внедряемые инновации. Думаю, через сотрудничество эти цели будут достигнуты. Только через партнёрство страны получат больше результата, нежели будут решать проблемы по отдельности. И факт того, что в Азии есть страны с разным уровнем развития, означает, что есть возможности для взаимодействия. В некоторых из них есть более развитые технологии. Они могут их передавать. И даже те страны, где менее развитые технологии, могут обучаться у иностранных специалистов. ОБСЕ — региональная организация, занимающаяся вопросами безопасности, объединяет 57 стран. Экологическая безопасность рассматривается ею как один из важных аспектов. Представительство ОБСЕ в Астане — в числе первых международных организаций, которые поддержали программу «Зелёный мост». Изменение теплового баланса Земли в результате сжигания ресурсов, которые природа накапливала в течение многих миллионов лет, стало для нас самой глобальной проблемой, решить которую мы сможем, лишь объединив усилия, говорит глава Астанинского офиса организации. Очень важно, что Казахстан инициировал эту программу как страна, которая имеет ресурсы достаточные для того, чтобы, казалось бы, жить на нефти и газе, но, тем не менее, она принимает такое важное решение, которое свидетельствует именно о стратегическом видении этого региона. Мы не просто поддержим эту программу, так же, как и тематику основную Экспо-2017 «Энергия будущего», мы активно пытаемся содействовать пониманию важности этой темы во всех уровнях – и бизнесом, и даже школьниками. В 2013 году указом президента Республики Казахстан была утверждена концепция по переходу к зеленой экономике. Документ стал главным двигателем, проводимый государством в зеленой политике. Эта сфера сегодня рассматривается как один из важных инструментов обеспечения устойчивого развития страны. Это также должно позволить Казахстану войти в 30-ку наиболее развитых стран. Чтобы развивать зеленую экономику, нам необходимо иметь платформы, на которых все заинтересованные стороны из разных стран могли бы вступать в диалог. Зеленая экономика немыслима без изменений в законодательстве, без устранения торговых и административных барьеров. Такая экономика должна приносить доход и стимулировать частный сектор на использование зеленых технологий. Тематические области программы партнерства затрагивают сферы экоэффективности, роста городов, низкоуглеродного развития, зеленых технологий и бизнеса. По всем этим направлениям есть точки соприкосновения, и наука развитых стран имеет собственное решение. Помогая распространять их, зеленый мост становится катализатором конструктивных предложений в сфере зеленой экономики. Программа партнерства охватывает сферы сотрудничества в различных секторах экономики, это охрана водных, горных и других экосистем, устойчивое сельское хозяйство и продовольственная безопасность, доступ к энергии, в том числе и развитие транспортной инфраструктуры. Нельзя оставлять вопросы и изменения климата. Учитывая все это, нам необходимо осуществлять свою деятельность по улучшению государственного управления, развитию зеленого бизнеса и технологии, а также совершенствованию стандартов для зеленой экономики. Первая крупная тематическая конференция программы партнерства была проведена в 2013 году. Международные эксперты, главы экологических ведомств, нескольких государств обсуждали вопросы изменения климата, использования ресурсов и сохранения биосреды. Там же представлялись стратегические ведения зеленого развития. Тогда в числе первых на высоком государственном уровне хартию подписали Германия, Швеция, Венгрия, Россия, Болгария и еще несколько стран. Сегодня программу партнерства «Зеленый мост» подписывают не только представители госорганов, но и бизнеса неправительственного сектора. Результатом такого взаимодействия сегодня стало появление в 45 километрах от Астаны парка зеленых технологий, где сегодня вмонтировано 15 новых технологий, пару из которых нам передали безвозмездно российские коллеги в рамках развития программы партнерства «Зеленый мост». И мы предполагаем, что созданный наш технопарк совместно, он еще будет расширяться новыми технологиями, интересными для наших стран. И поэтому перспектива программы для развития наших экономик бесспорна. Кроме того, в этом году несколько иностранных НПО также изъявили желание встать на сторону «Зеленого роста». Вместе с теми, кто уже присоединился к глобальной инициативе Казахстана, предложены президентом республики. На конференции, уже ставшей традиционной в этом году, хартию подписали неправительственные организации Германии, Эстонии, Узбекистана, Турции, Кыргызстана и России. Отметим, что самой первой стала Ассоциация Финского водного форума. Данная платформа объединяет компании и учреждения государственного и муниципального уровней, в том числе образовательные и исследовательские институты Финляндии. Основная наша цель Финского водного форума является поддержкой казахского общества в развитии инновативных технологий в водном секторе. Как известно, Финляндия является одной из ведущих стран, которая может продвигать идею зеленых технологий вместе с инновативными решениями как раз по очистке воды, водоснабжению, водоотведению и также для управления водными ресурсами в целом, включая очистку озер. Подписание программы партнерства поможет нам приобрести новый опыт и получить доступ к инновациям, а также выйти на новый уровень и построить свою деятельность не во вред окружающей среде, утверждают представители неправительственных организаций. Мы открыли свою организацию в прошлом году. В Турции занимаемся развитием сферы органического сельского хозяйства. В нашей стране немного угодий для фермерства. Мы хотим обучить фермеров выращиванию органической продукции. Органика востребована во всем мире. Активно работаем по получению биогумуса, основного удобряющего землю продукта. Мы желаем получить опыт и других участников проекта, их новые технологии и, соответственно, дать взамен свою. Мы желаем, что мы получили в Европе. на нашей территории и найти общую точку соприкосновения. Зелёный мост – это диалоговая площадка без барьеров, где качественные технологии могут стать новой отправной точкой в зелёное будущее. Выступая уже на саммите ООН в этом году, Нурсултан Назарбаев предложил открыть в Астане Международный центр по развитию зелёных технологий под эгидой ООН, что, в свою очередь, станет новой вехой в процессе трансформации нашей экономики с учётом зелёных стандартов. Это была программа «Зелёная экономика». Смотрите нас еженедельно, и вы поймёте, что заботиться об окружающей среде выгодно. До новых встреч! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Сёмкин